Доброе утро коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 10 апреля, понедельник. Всех поздравляю с началом новой торговой, новой рабочей недели и давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке после выхода противоречивых данных по рынку Туда в США, который мы видели в пятницу. Напомню, что в пятницу вышли данные по количеству вносенных рабочих мест не сельского хозяйства, данные вышли даже ниже ожидаемых, но тем не менее уровень безработицы по США также снизился. По этой причине мы можем назвать эти данные несколько противоречивыми. Итак, на текущий момент, если мы рассматриваем пару евро-доллар, к концу торговой сессии пятницы мы увидели уход ниже отметки до отметки 1.0580, обновили локальный минимум и на текущий момент пара торгуется также в области минимальных значений. Если говорить на текущий момент о покупках, то здесь как минимум паре нужно уйти выше отметки 0.6660, это максимум, который был также зафиксирован в пятницу. Пара британский фунт и американский доллар также в пятницу уходят ниже своих минимальных значений, дошли до 1.2365 и на текущий момент аденса нисходящая по паре британский фунт также продолжается. Были обновлены минимумы конца марта и если мы рассмотрим среднесрочный таймфрейм, ушли ниже соответственно данных минимум. Следующий уровень остановки может быть отмечен по значению 1.2338. На текущий момент тенденция на ослабление британского фунта остается в силе. Пара австралийский доллар и американский доллар также продолжает свое нисходящее движение. Австралиец дешевеет по отношению к американцу, ушли ниже минимумов начала марта и фактически сегодня с утра доходили уже до значения 0.7479. Поэтому по данному инструменту также тенденция нисходящая сохраняется. Ближайший уровень разворотный мы можем отметить на максимум, который был в пятницу по значению 7544. Пара американский доллар и канадский доллар после ухода вниз в пятницу, как раз в момент выхода новостей до значения 1.3342. К концу торговой сессии вернулись вверх и на текущий момент мы можем ожидать продолжения восходящего движения по данной паре. Но здесь для подтверждения нам необходимо увидеть как минимум обновление максимумов в области 1.3429 максимумов, которые были зафиксированы в пятницу. Пара американский доллар и японская иена также обновляют локальный максимум. Сегодня с утра уже вышли выше максимума в пятницу 111.35 и тенденция на укрепление американского доллара в данной валютной паре также сохраняется. Ближайший коррекционный уровень находится на минимумах пятницы по значению 110.12. По индексу DAX сегодня с утра мы также видим обновление локальных максимумов, что в свою очередь нам может говорить о начале восходящего краткосрочного движения по данному инструменту. Сегодня с утра уже обновили максимум, дошли до значения 12.274 и ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимумах, которые были зафиксированы в пятницу в четверг по значению 12.116. Поэтому на текущий момент мы видим формирование тенденции на укрепление индекса и на штурм дальнейших максимумов в области 12.387 локальных исторических максимумов, которые были первые. Первая попытка захода была 3 апреля. По золоту мы также видим продолжение восходящей тенденции. В пятницу дошли до максимумов в области 1270 долларов за тройскую унцию. К концу торговой сессии вернулись практически к уровням открытия. На текущий момент торгуемся пока выше данных уровней. Если говорить о краткосрочных продажах, то золоту нужно уйти как минимум ниже 1250 долларов за тройскую унцию. Пока остаемся выше. Тенденция на укрепление здесь также остается в силе. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Ближайший коррекционный уровень остается на значении 54.41. Фактически здесь пока ничего не поменялось. Ну и индекс доллара. Здесь по индексу доллара мы не видели попыток обновления локальных максимумов. Прошу прощения локальных минимумов. Доходили до значения 100.44 минимума, который был в пятницу. Но тем не менее к концу торговой сессии вернулись вверх и продолжили свое движение на укрепление данного инструмента. Соответственно пока мы торгуемся выше локальных максимумов, тенденция по данному индексу также остается на укреплении. Ближайший разворотный уровень, как я только что отметил, это область 100.42 минимум, который был зафиксирован в пятницу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Желаю всем хорошей торговой недели. Напомню, что сегодня будет вебинар, технический обзор по системе Price Action, где мы более подробно разберем каждый из инструментов. Вебинар пройдет в 19.30 по московскому времени. Зарегистрироваться вы можете по ссылке, которую можно найти под этим видео. Всех буду рад вас на нем видеть. И ваши вопросы вы, как всегда, можете задать на этом вебинаре. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...